В этом узком кабинете, как в секретной лаборатории, изучают записи, исследуют графики, датчики и провода, а еще специальные компьютерные программы – это главные помощники приглашенного специалиста из Ростова-на-Дону. Сейчас ее внимательно слушает весь персонал. Марина Николаенко – сомнолог. Это врач, который занимается проблемами сна. Как спите? Сплю, я хорошо сплю. Обычно сомнологи не жалуются. А каковы секреты хорошего сна? Основные секреты, наверное, всем известны, хотя, общаясь с пациентами, каждый раз удивляюсь, насколько все по-разному это интерпретируют. Основные правила – это, наверное, ложиться и вставать в одно и то же время. И в будние дни, и в выходные. Ну, важно, наверное, перед сном, особенно у тех людей, у которых есть какие-то предрасположенности к нарушениям сна, исключить кофе, чай, какие-то такие стимулирующие кофейные продукты. А в остальном все индивидуально. И чтобы детально разобраться в причинах бессонницы или кошмаров или храпа, нужны часы, а то и сутки исследований. Десятки датчиков сейчас крепят к Валентине Харитоновне. Расстройством сна она страдает давно. И вот только тут, в центре, спустя две недели лечения, чувствует себя лучше. Когда выспишься, естественно, настроение такое хорошее. Летать хочется все. А когда не выспишься, то наоборот. Да, такая вот вялость такая бывает в организме, конечно, слабость такая вот. Силы нужны. Работает массажисткой. Прямо сейчас ей нужно на три часа погрузиться в сон. Помогут мягкий матрас и удобная подушка. Начинается отдых, включаются датчики. Вот в соседнем кабинете врачи видят и кардиограмму, и энцефалограмму, и даже окулографию движения глаз, и миографию, работу мышц подворотка. Важна каждая деталь. И Марина Николаенко ее подмечает. Мы заметили, в Омске в помещениях очень жарко и очень сухой воздух, который пересушивает слизистую носоглотки. Поэтому тоже можно позаботиться об этом. Еще одна серьезная проблема – нарушение дыхания во сне. Это синдром апноэ. Человек буквально замирает на несколько секунд, а то и полминуты. Опытный доктор Вадим Смеловский просит отнестись к этому со всей серьезностью. Остановки дыхания во сне провоцируют нарушение сердечной деятельности. Возникает такой порочный круг вплоть до внезапной остановки сердца и неблагоприятного исхода. И еще врачи предупреждают – нарушение сна – это, возможно, и самостоятельный диагноз, но и, возможно, симптом другого заболевания. Но для тех, кто стесняется обратиться к специалистам, есть несколько советов. Во-первых, гулять чаще. Во-вторых, проветривать помещение. В-третьих, за час до сна отложить гаджеты, выключить телевизор, компьютер. Ну и отвлечься от разных проблем. Евгений Енифанов и Юрий Дорошенко, Антенна 7.